Добавлена компенсация за недавно возникшую проблему с очками навыков СП за технические работы и за дитчайшее долгое проведение этих работ. И хотя прошло всего около 10 часов, думаю, всем игрокам эти часы показались вечностью. Пилотам, потерявшим свои корабли из-за ошибок, связанных с техническими работами, обещают полную компенсацию, но вам придется самостоятельно обратиться за ней в поддержку. Утверждают, что было забанено множество аккаунтов, и теперь игроки могут видеть причину бана. Как же бесит, когда летаешь, а вокруг РМТ объявление, и мне даже в личные сообщения одно пришло. Надеюсь, каждый считает своим долгом кинуть на этих нехороших ребят репорт. Улучшили описание чипов, ракет и, главное, починили баг с активными модулями защиты, о котором на стриме говорил всем известный Бист. Кстати, мы бы хотели взять у него интервью, и если вы тоже, пишите нам в комментарии. Самые лучшие вопросы мы обязательно зададим. Убрана комиссия брокера за торговлю Плексом. На момент запуска видео один Плекс торгуется на отметке 55 тысяч исков. Говорят, надо брать. Улучшены критерии оценки выполнения игроками обучающей миссии и пособия по боям. Иф Экос значительно проще своей ПК-версии, но все еще очень сложна для новых игроков. И я прекрасно понимаю, как разработчики балансируют между кузуалами и профессионалами. Будем наблюдать, куда склонится чаша весов. Одна из самых известных корпораций, Гунсворм, из-за внутренних разногласий потеряла большое количество опытных капсулеров, и по слухам они уже формируют свой собственный улей с Блэк Джеком и Ригами. В регионе Изотерия несколько дней подряд проходили столкновения альянсов Генезис и ОП Форс, в результате которых от Генезиса откололась одна из индустрий корпораций, так как они не получили должной защиты и поддержки. На данный момент в игре более 15 альянсов и 5 крупных объединений, которые со временем могут ими стать. Сейчас идет активный период, когда сильные игроки занимают максимально выгодные позиции в нулях, и конфликты вспыхивают повсеместно. Мы будем следить за важнейшими событиями и призываем вас делиться с нами информацией о больших сражениях за территорию. Самые интересные факты попадут в выпуске Sky News. Переходим к новостям экономики. Пока одни игроки в первые дни игры скупали Плекси, другие копили ресурсы, которых было в изобилии. Но с достижением шестого теха изобилие стало дефицитом и цены продолжают расти. Также сильно возрастает цена на Т2 Варстап Риги и Рапидные Ракетницы — самые популярные предметы для сохранения и уничтожения кораблей в игре. Капсулята. Наша корпорация Sky News ищет активных ПВЕ игроков и корреспондентов. И если вам интересно не только быть в курсе самых интересных новостей, но и создавать их, приглашаем вас к сотрудничеству. Все ссылки будут в описании. Fly safe!